Я говорю, каким образом, блядь, я страдаю бедофилией, чуть не упала. Ой, блядь, говорю, да пиши ты, что хочешь. Ну, вчера этот, типа первое слушание там, этот, судья-то адекватный судья вообще этот, а я этот, я ему сказала, знаете, пусть она что хочет, то и говорит, эта женщина. Ну, у неё с головой горсть, говорю, не в порядке, говорю. Как это, 10-летний ребёнок может пристать взрослой женщине ещё в 6 утра? Ну, блядь, мои дети спят в этом возрасте. Ну, у нормальных людей дети в 6 утра спят, это во-первых. Во-вторых, если папаша с мамашей хотят записать, они его запишут сами, правильно, в таком возрасте. Ну, что же они дадут этот, в школах даже сейчас запрещено вот этот кружок, как лагерь же был летний, даже в лагерь родители должны писать. И кружок казахский язык, всё родители записывают. Сами дети не имеют права. Да, а тут он мне в 6 утра в парикмахерскую подстричься. Я откуда знаю, кто мне пишет в 6 утра, блядь, во-первых, он с неизвестного номера. Я вам пришла, может, ещё и этот, и она, ой, это-то я говорю, ну, они нарушили мой тишину и покой, статья 427-я. Ой, блядь, я ржала вчера, блядь, говорю, пиздец, говорю, блядь, это. Я и педофил. Вот он что, вам что решили-то? Или это только первый раз послушали? Не, слушай меня на следующей неделе это. Да мне всё равно. Знаете, я так для себя решила, я на следующей неделе-то пойду. Но я сделаю ход конём. Я буду чуть-чуть умнее, чем это Орс. Ну, она, оказывается, у неё немецкая фамилия. Мальчик от первого брака. Он от русского, она сама тоже Орс. А второй муж у неё немец. И я пойду, мне скажут, только ли недавно, ну, там вот судья скажут, расскажите, как всё было там, тырым, тырым. А я на казахском скажу. Я не буду на русском говорить. Правый, здраво. Это же её право, да? Ваша право. Она должна знать, что она искать. Вот, а она начнёт возмущаться. Она вчера возмущалась, правда, вы скажете? Точно, блядь. Ты тоже. Я бы что-то хотела так узнала. Вот истину глаголит мои уста. Я это всё скажу на казахском, что я даже и не знала, кто меня пишет. Во-первых. Во-вторых, какой отчёт мне в 6 утра писать на стрижку? Правда. Точно. Точно. Вот истину глаголит мои уста. Но я скажу, это на казахском. И всё, я просто скажу, что я никого не писала в 6 утра. Меня побеспокоил неизвестный номер. Кто там был, ребёнок, не ребёнок, мне неинтересно. Я сама мать троих детей и никакая там педофилия. И всё, на казахском скажу. Она начнёт возмущаться, типа я не понимаю. Я повернусь и ей просто скажу. Уважаемая, вы живёте в Казахстане? Надо знать государственный язык. Всё. А начнёт дальше там овякать, а я ей скажу. Знаете, вы носите немецкую фамилию. И на немецком ей скажу. Ну, раз ты не знаешь ни на казахском, ни на немецком, смысл ты вообще здесь присутствуешь. Я её убью. Судья, я думаю, будет в шоке. Он-то вчера был в шоке. Я ему говорю, вы знаете, я веду ютуб-канал, даже веду. Блядь, тут какая педофилия. У меня весь Казахстан, блядь, смотрит. Россия смотрит, американцы смотрят, а я занимаюсь педоферией. Вы чё, блядь, совсем припизнуты. Она, оказывается, послала женщину какую-то сюда. Ко мне пришла женщина. И говорит, все мои, я ей говорю, девушка, женщина, что вы хотели? Она подстричься. Я говорю, во-первых, это мужской зал. Что значит мужской зал? Ну, я стригу говорю. Во-вторых, у меня занят. Что значит занят? Она, давай, ты стереть. Я говорю, выйдите отсюда. Оказывается, эта стервятница стояла на улице и снимала. Ну, и вчера она на суде пытается показать, а я ей говорю, ну, во-первых, говорю, вы меня снимали, скрытая съемка, это тоже, говорю, нарушение закона. Говорю, есть статья 412, она на меня смотрит. Я говорю, вы знаете, говорю, а у меня вышка юридическая, я все законы знаю. И говорю, вы сейчас пытаетесь, говорю, распространить это видео, третьему лицу показать. Третье лицо, это судья, он для меня никто. Ну, он же не является моим родственником, я не давала письменного согласия. Вы почему, говорю, показываете, говорю. Где вот у вас сразу, бац, убрала сотку, занервничала. Ну, ебнутая баба, блядь, этот, этот, ей судья так говорит, ну, что, говорит, вообще, какая педофилия, блядь, она мать проездить, ей, что, гоните, блядь. Ну, это понятно, что это, суд возьму. Просто вот это мозгоебство, два часа, блядь, потеряла вчера. И этот, эта женщина, это, припизгнутая чуть-чуть. Потому что она деньги хочет, потому что. Ну, она хочет деньги, это понятно, блядь. Она же сама, она же должна понимать, что она их к себе в карман не получит. Она к себе в карман ничего не получит. У нас государство, если накладывать, то штраф. Понимаешь, она не накладывает пользу гражданина. Больная женщина, этот, я ей сказала, ладно, говорю. И он начал, может, помирить всех, мне, ваша честь, давайте, говорю, суд так суд. Ну, как положено. Говорю, нет, чёрт с ней, разговаривать я её, знать, не знаю, даром не нужно. А я тебе говорю, а я пришла-то домой и думаю, надо мне сделать ход конём. Раз на казахском, в Казахстане живём, дай-ка, я, блядь, сука. И показания её дам на казахском. А это её проблема, что она не понимает. Она ещё вчера такая говорит, я надеюсь, лингвист не нужен. Ну, она ведь, судья-то, казах парень, молодой. А этот, а он говорит, нет, нет, я хорошо разговариваю на русском. Ну, прям, хорошо разговаривает, реально. Он ещё такой симпатичный. А я ему говорю, ну, он слишком хуёвый, ну, он ко мне придёт теперь. Я это знаю. Я, короче, это, чуть-чуть это, я напечатаю на днях одну визитку, одну штучку. И в суд пойду, на следующей неделе, когда вызовут, я ему это, пихну её. Он мне говорит, а вы чем занимаетесь, говорит. Ну, я говорю, вы знаете, говорю, и Ютуб ведут. Основной я тикток закрыла, я не хочу тикток. Так, как и он у меня смотрит, как я впервые в жизни вижу человека, который реально ведёт Ютуб. Когда я ему показала, он вауе. Он говорит, ничего себе, говорит. Ну, сразу, говорит, видно это с башкой смазкой. Годишь, смазку, что же я, да. Сколько людей у меня подстригается, Илья, это, без мозга, буду. Хочу ему визиточку, так, это... Да. Он за компьютер там сидел. Судей вместо в него, его. Все, все, все приедут. Видишь, мы же друг друга знаем. И, ну, может быть, подставное, это... Ну, и ты, вон, твой, вот, сынник, например. Ну, не положено, в общем, подготовлено. Мужчина красивый такой, казах, прям красивый. Срежен ужасно, но красивый. Симпатишный прям такой, с мозгами. Он начал истории рассказывать это, что дети сейчас тоже жестокие, дерутся между собой, до убийства доводят. Он вчера чуть-чуть задержался там, у него как уголовное дело было убийство. Жена с мужем поругались, он мне рассказывает, он говорит, что у вас глаза широкие стали, я говорю, так, блядь, о таких ужасах говорю. И жена, этот, на живых, 18, на раннем месяце, четверо детей осталось. Жена убила или муж? Да, жена. Говорит, не знаю, сейчас пойду домой, еще решение не вынес, говорит, надо будет думать четко, сколько лет, чего, говорит. А вы тут, говорит, из-за какой-то хрени, говорит, я говорю, я что ли, мне надо было, я спала, ваша честь. А я, вот, хорошо, я, вот, это, вот, мозги включила, что надо сказать на казахском, а не на русском. Надо его расположить, как на свое, это, что это? Ну, я какой пидатил, ну, что? Ну, ты что, я? Это слово, да? А не за еле? Она, это же, мамаша вот этого мальчика, она, говорит, думали, вот, сына соврать, 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 не упала, я говорю, в смысле, говорит. Во-первых, ваш ребенок не имел право мне вообще писать, в 6 утра, вообще не имел право писать до достижения 14-летнего возраста. Вашему ребенку мальчика, на каком основании он мальчика, я хотела лечить его самостоятельно, если ты что, больная? Ладно, тебе что? Не лечать самостоятельно, если папушек готовить, все-все-все-все-все, а поймать, что ли, все-все-все, ну, если это, больная, не лечить. А я, вот, я поправлю, что вот, не зря я, это, как вспыхну, видишь, умные мысли у меня, это же умная женщина. Я сниму тебя на каком-то. Хочу, капец, в следующий раз пойдем и все, потому что я еще раз пойду, я ему следующий вот сразу же на суте и скажу на казахском. Сегодня же вынесите это все и закроете этот беспредел. Конечно. Ну, все, вот, если вот это вот тянутся, ну, это сразу же, ну, такое же дело особое, страшное. Да, это вообще ни о чем. Я ей вчера сказала, ты хочешь, говорю, что, говорю, ходить, говорю, у тебя время есть, ты сегодня здесь два часа потратила, я ей, говорю, ты больная? Ты же, говорю, понимаешь, что все равно ничего не будет. Ну, и хуй с ним оплачу я этот штраф, раз мне на то пошел, ну, предположим. Наложат они на меня штраф, да не хуй. Я просто знаю другое, что потом ее сынок будет здесь по городу ходить, а я всем скажу, что он уже не детский, мальчик. Вот, и все дела, я. Ну, ты знаешь, лично, что сказать. Ну, я, блядь, больная жизнь, но вообще у меня все очень важно. У меня вообще нет. Поржало все, а так. Пошло, алика вылезала. Да, в кофе я снять, гонила, а Маша не помнит ее. А, блядь. Ну, если она решила, это она думает, что она что-нибудь получит. Ага, изделие получит. С головой не вижу. Нормально, она исполит, но у нас это, такие вещи, за что, самое главное, вот. Я вспоминаю, что она тоже штраф заплатит лет. Она так, и в конистия пришла домой же по делам нецелесенной жизни. И сразу же. Даже не встава, где я не в них пришла. Я говорю, я пойду, но я скажу, расскажите там вот, ну, как было по-вашему, расскажите. А я на казахском, пожалуйста, я не буду на русском. Я для себя это четко себе на русском. Надо блеснуть знанием казахского языка. Че ж я, блин? Зачем я его учила? Зачем я его учила, да. Мысли сейчас составлю, дома приду. Прям запишу все мысли свои. И все, чтоб четко, все, ничего лишнего. Подготовлюсь за недельку. А на следующей неделе, вот как они принесут эти сырные клетки, пригласительные. Пойду, но уже четко так. С хорошими муслимами. А она начнет яхать, а она начнет яхать. Она живой. Я на нее посмотрю. И то, что скажу, вы же живете в Казахстане. Должны знать наш государский язык. Обязанно, да? Вот, я прямо так сказала, обязанно знать государский язык. Русский тоже должен знать, но в первую очередь. Это в первую очередь, да. И я на каком языке захочу, на котором вы бы давайте показали. Скажем, вы же носите фамилию немецкую. Муж ваш милец. Из-за того, что у меня вопрос на немецком улучшение, и родной язык мужа не знает, он не стыдно. Я иду это, я ее сожру. Я для себя это четко ищу. А то я их знать не знаю, они мне тут написывают, блядь. То есть, ты прави, если они со мной хотят сидеться. Ну, давайте посидимся. Смело. О, я четко придумала. Есть опыт, все-таки я лапу. А, аллергия пошла? Значит, нормально, что я не мешаю вам. Я не путь. Слова болтает. Сейчас как пресная машинка. Слова славы. Сразу, что-то, обмешает все, скажи, встречи, дает, блин, нас вошло. А не, это, людей, сейчас тут все. У меня у меня дочери на все, где глаза почему-то пухают, что пухают, как у меня раньше. Что-то у вас болтает, начали сделать, вообще не болея было этого. Ну, это что-то пускают воздух, ты знаешь, это так не может быть, потому что у большинства так ахли. Да, на работе были? Там пульпа была, ветер был очень. Может, на пыле вверх было? Наверное, наверное. Скорее всего. Сегодня вот спину, друзья. Что там делать? Жем? Да, да. Слова тоже, женщина. Жен. С четвертой слова. Угу. С работой, больницу взял. Ей, ночь поедет. А что с этим парнем-то спрошал? Который? Который вот этот сажал. Ну, в том же раз. Прокрутила, который вот четыре раза-то. А, он, когда годится? Пока не идет, что? Идет. А, он еще не заводит? Да, он ничего не заводит. Просто ходить будет, ну. Там даже расследование, что еще идет. Идет ли ты отсюда? Что, долго? А, нет, жена нет, похудеет. Женяться? Нет, выкрыть, наверное, хотят. По мне, это вот самое, думает. Батя деньги дает, и все это так. Ну, жалко, ты знаешь, что с парень и инвалидом есть все останницы, молодые, что ли? А, папа, может ли здорово пить? Пальше? Молодой пацан. Не делайте, давайте. Пока есть тишина, ничего там не говорим, уже сколько времени. Ну да. Я же по этому делу ничего не объявил ничего. Я же, блядь, столько времени реально, да, прошло? Спасибо, Александр. Нет. Как здесь. Смотри. Вот так, блядь, попади там. Какую-нибудь эту, да? Да. Смотри. Малышка, жалко, конечно. Что такого стоил, что бедный? Тот, который 15 лет он там проработал. Ужас, просто. Ну тут у людей посерьезнее проблемы, а тут я со своим каким-то странным судом не говорю. Распорядок. Ну, может, человек, ну, да, вот, делай, вот, например, сами сейчас будет, хочешь суд или потом будет, а другие, которые, 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 которые... Да, скорее всего, она такая скандальная, вообще, знаешь, это прям совсем скандальная вовенка. Да и тебе не все равно, я тебе говорю. Я сделаю ход конем. Я это, на следующий суд пойду. Ну, я пойду и буду говорить на казахском. Может, просто она, кто-то из людей, из этой... Скорее всего. Это ее, этот... Я ее убью. Может, она поняла, что у вас деньги есть, или она там? Да, она знает, что это, иначе, скорее всего. Ну, пусть попробует. А я, это... Мне надо, действительно, я правильно мысли включила, что мне надо на казахском. Да, да. Это будет мне большой-большой такой огромный плюс. Да, 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 не используется. Вот эти вот блогеры всегда снимают, вот, входят по французу. Ага. Может, можно снимать и взял так. Да, это... Видите, какие у меня. Тут у людей, я говорю, проблема побольше, чем у нас, блядь. А мы с какой-то хуйной там, да, субы идем, блядь. Ух, твоя мать. Желее стичное. Есть у людей в этой ситуации, что раз... Нет, а я сказала, мне Аллах дал, как сказать, препятствие, которое я могу преодолеть. Если бы я его не могла преодолеть, он мне бы не дал. Просто я, наверное, слишком стала расслабленная. Он мне сказал, соберись, мать, и что? Вот тебе на, препятствие, попробуй его преодолеть. Найди выход, правда, будь здоровой. Найди выход с этого. Вот я уже первый выход нашла. Ну, салфетки влажно. Сухие, просто больно будет. Влажные. Не, тут что, дай еще. Есть что, это все. Не будет, Даша, глаза красные, видишь? Да, да. Бросай потом другую влажную, и на пол. Просто дай еще. Ну, не, не, вот это правильно я подсмыслию. И надо найти выход в меня. Вот сам всевышний говорит, найди выход. Вот я уже, он мне сам дает выход. А вот это вообще, например, человеку до скольки, вот, до скольки нельзя, вот писать. Вот, вы, например, имеете право любому человеку в будние дни с 9 до 10 вечера, с 9 утра до 10, с 10 вечера до 9, ни один не имеет право писать. Это наказывается до 100 МРП. А, это тоже закон, да? 427-я статья, вот я на этого мальчика написала заявление. И... Ну, он в чьи-то, он ответственность не берет тебе, родители возьмут, да? Родители оплачивают. Праздники нет. Это взрослые, вот, в субботу и воскресенье в праздничные дни и выходные дни с 9 до 11 можно. А в будние только с 9 до 10. Снимаем. Не просто вы, а что он отечеет в любое время? В любое время, вот нельзя в любое время. Вот такие вот, если что, что-нибудь брать, феррики, линии? Не пойдете. Феррики. Ладно, я сильная, как сказать, не вообще похуй. Она мне там... Она говорит, судья-старств, вы кем работаете у нее? Я ИП. Он мне говорит, а вы кем для вы? Я парикмахер. Я словами сказала, что я третий приниматель. Хотя я с 11-летним стажем предпринимательной. А почему она у нас сюда и попала? Я продаю трусы и липчику. А он мне говорит, ну столько негатива. Как люди, покупая ваши трусы и липчики, я сама не продаю ей. Да, да, русский, вернее, все ибо мутрики. Нет, не говорю, я сейчас... Мне не пришло вот это осознание, что мне надо сказать на казахском языке. Мне не надо говорить ни слова на русском. Тогда я этот суд прям возьму. В больнице можно практически на паркур, очень много. Ну что, это... Я вообще русский, ты знаешь, сам, не очень мне так... Я их не стригу. Они мне написали, я даже не знала, кто пишет, что пишет. И об этом я узнала уже нет, потому что позвонил я в Ольгу в честковую сначала. Ольга говорит, привет, говорит. Какая-то баба пришла, говорит, заявление написала. Я бы чуть манутая. А потом он меня отсидывается, и я говорила... Ну это было, наверное, ночью, мне кто-то писал, говорю, в 6 утра, говорю, я хрен его не знаю. А он говорит, Ольга, пиши заявку, говорит, сверху. Ну у меня сил в честковую, но извините. Так вот, все, давай, вернся, 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 вернся. Я говорю, я же не буду тебя вызывать, давай, я делаю онлайн, если что, не пиши. Ну и все, я онлайн написала. Онлайн, может быть? Да-да. Я домой пришла, онлайн написала, и это... А в воскресенье принесли вот эту бумажку поездку, типа. Ну пришла, и вообще, наверное, на понедельник. Ана, как давай, всякую чушь, и смешно, и грешно, и думаю, господи, блядь. Я федофил, вы вообще представлены меня, вы собратили моего ребенка по всем образом. Я, во-первых, откуда знаю, кто мне пишет, в 6 утра, блядь. Вот это я на казахском все спрашиваю, что в вашей честь я даже и не знала. Как мне показать смену, что вы его получили, там, видео, там, не знаю. Нет, да, каким образом я его собратила, в активность я даже и не знала, что мне пишет несовершеннолетнее лицо. В такое время не может писать несовершеннолетнее лицо. Насовершеннолетнее лицо в таком возрасте спит. Ему в студии я говорю, а вы, ваши дети спят в это время, а он мне говорит, да, в трех. Я говорю, ну вот видите, не так же. У меня мама записала, например, на срешку. Садорова, тётика, ей звонила, мама, давай идти, ей записал. Пошел уже в небо, в детстве. Ну, по записи мама зацепила там. Я иду туда, в обед, там, она вот, есть у меня смены, но такое небо, что звонить, сам, вот писал. Как он любит. Ага. Вот сейчас, я тебе говорю, сейчас люди играют, как в детстве. А мне как-то за это вообще, просто я теплую, и не за что. Мысли у меня хорошие пришли. Мне надо это сказать всем о казахском языке. Мне одного слова надо сказать. Вот тогда я это. А она начнет что-нибудь возникать, что ваша честь, что-то дела. Типа, нет переводчика, что она сказала, я же не понимаю. И там она скажет, давайте перенесем, мы пригласим переводчика. Я скажу, я дважды подъедешь, показания давать ей себе. Ну, она не зафиксирована же будет. Ну да, она же будет зафиксирована. Нет, ну она же не понимает, что. Она же начнет зарать там. Это же похолодало, да? Ну, это резко. На улице полностью. Резко, да. На работе сидели тогда сон в градусах, видите, элитрозы, жаркие очень. Капец. Ты трогаешь любое, горячее, очень горячее. Сейчас этот, что они говорят только про? Каждую секунду мылись, голову мыли. Жирно. А на следующий день уже сегодня насправь. Как выживали, кажется, так на работе выживали. Кандюра нету там. Все вот эти старые камеры, а кандюра их никак не останет. Кандюра поставишь, конечно, удобство. Ну, для удобства работы, правильно, а не камеры. Там удобство не думать, конечно. На камеру снимают, кто-то ошибается, все его в премию добирают. А премия – это подчистольник. А то, что человек работает в важных условиях, да? Конечно. А в этом не думают. А там есть у кого остановиться? Да, там у меня мама. 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 Пристают мусору. Пристают не нацелу. То есть, китай, не нацелу? Я буду, как будто не станет. – Но, да, никогда не знаешь сегодня как. – У меня вот полотеней есть карминские. – Там живуты? – А они вообще не странки. – Почему? Я там живыл уже. Звонил, они говорят, что я занятия там. Только один пришел. Офигеть. А что только они? Бывают такие люди. В армии, короче, такие они. Странно вот и были сами. Только один пришел, все там, полицейский. Полиция работала, все подошел, все хорошо, нас всегда встретил. Ну и люди, да? Да, ну сейчас люди странные, так что. Странные, странные. Сейчас внимание спросила, ни на кого не обращать, блядь. Слышали же, что у Майдоса жены мать? Чего? Умерла? Ух ты, божеца. Не надо. Чего себе. Ничего себе. Слышали, до 40 дней будет скоро? Да, ничего себе. А Майдос не приходит что ли? На Майдоне мне ничего не говорили. Ну, а тут не слышно. А Майдос не приходит. А Майдос не приходит. Ну да, у нее рак же. Ну все, это опять выть будет. И второго ребенка отдадут. Потому что она будет выть. Правильно, блядь. Они вообще странные. Ты знаешь. Отдай своего ребенка. Что ты? Да. В смысле? Да, она голубу давилась. В машине. Ага. Занервничает. Ну да, мало ли. Все случится. А оставить. Могу максимум? Маме оставить. Доверь маме. Еще, да? Маме, папе доверь. А вот это вот. Из ее родственников. Доверь вот это вот. Вот три дня уже здесь. А вот. С папиной старинного. Они вот позовем хорошо смотрят за ребенка. Угу. Я вот даже нормально. Доверь ей. Да, да, да. А ее матери я особо не доверю. Ну. С ее стороны от матери. Да, да, да. Все еще. Они вот пришли и все провести. И отдай приотсиматель ее ребенка. И еще своего. Еще родитель. А лучше не надо? Ну вот поедете и отдай. Оставьте там. А себе еще одного сделают. Наверное, как сарбас. Сарбас нужен мне. Это же хорошо. Сарбасик. Ой, у нее с ума в голову. Маму тоже петь. Петь. Еще раз еще не помешали. Ищи выгодки. Да. Ты не помешаешь, что это? Она говорит, что я не первый раз себе подсеркнула. Даже если вы себя там. Отдайте ребенка. Вы чего жады ищи? Ага, говорите. У них давно такое было. Отдавали, да? Да, вот. У тебя вот два ребенка, да? Одну вот у тебя спросили вот сюда. Отдай, да? Да. Получается у вас ребенка. Да, 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 да. И у тебя же режете, как молодая, как все раз я думаешь. Отдай мне. Отдай мне. Отдай мне, да? Как можно? Нет. Нет. Отдавали, сдавали, сдавали. Устранные, значит. Понял. Ну какая гость отдал, блин. В 21 век. В Валхаше живет, да взял отдал. И пошел еще одного сделал. Уже. Уже. Отдайте тоже своего. Что еще одного сделаете? В смысле, может быть, болезн? Уже. 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 А он потом обиженный будет, когда вырастет. Уже. 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 Места. Ты надо мне сказать, что ты вот зашел, а у меня сразу так мусульник.